Звонок о том, что нужна помощь близкому, встревожит любого. И здесь важно не поддаться эмоциям, а сохранить холодный разум. Ведь мошенники вернулись к старым уловкам. Они вновь звонят доверчивым пенсионерам и говорят, что их родственник попал в ДТП. У меня маму развели на деньги мошенники. Позвонили ей по домашнему телефону. И как будто я сама там плакала и просила маму, чтобы собрать деньги. Что приедет какой-то там Дима и собери, мама, деньги. У меня мама инвалид, она собрала деньги. У нее дома хранились, да? Это мои были, да, я тоже на пенсии. И все отдала. Суммы ущерба достигают 150 тысяч и выше. После звонка мошенника дальше разговор ведет якобы сотрудник полиции. А после злоумышленники просят передать деньги курьеру, либо перевести на счета. В Тобольске по такой схеме пострадали уже 4 человека. Причем одна из них вовремя смогла распознать обман. Ей тоже позвонила якобы дочь. А лжесотрудник полиции попросил 200 тысяч рублей. Данной суммы потерпевшая не располагала, поэтому она решила позвонить своей подруге, чтобы одолжить данную сумму. Подруга сообразила, что возможно она общается с мошенниками. Быстро пришла к ней в гости. Они уже вместе позвонили дочери потерпевшей, которая сообщила, что с ней все в порядке и денежные средства ей не требуются. Если поступают подобные звонки, в панику впадать не нужно. Необходимо сразу же перезвонить родственнику, который якобы попал в беду. И ни в коем случае нельзя передавать деньги незнакомцам или сообщать номер карты. Я даже дочерям своим говорю, и зятью, и сестре, и племяннице, чтобы ни в коем случае не сообщали код вот этой карточки. Если же с родственниками связаться не удалось, то можно позвонить сразу в полицию и достоверность информации уточнить уже у них. Шамиль Гуриев, Михаил Куричко, Табульское время.